и снова здравствуйте дорогие друзья любители компьютерных игр продолжаем проходить годов в этих сериях мы лутаемся потому что уровень воды упал и нам открылись новые ранее неведанные области но сегодня мы с вами пойдем по просьбе брока найти его умершего товарища андвари в этих рудниках и в прошлой серии мы познакомились кстати сказать с новым противником дико бронированные странники но противник прямо скажем приятный чё ты там ржешь на тебе так 33 метра до этого задания брок там тусует найдено новое место ну да это кузница брока получается гномы хитрожопы посылают нас в руднике на самом деле они уже здесь давно тусует ну давай рассказывать что-то поболтай-ка с кольцом что я не слышу мысли колец она говорит это андвари да я знал он отправился в шахты вилунда чтобы узреть свою ошибку на него напал душиед и умирая андвари успел заклятьем переместить свою душу в это кольцо а потом а где он припятал добро у андвари была мастерская самыми разными прибамбасами и навороченными инструментами и среди них такой молот так вот пусть скажет где молот ты его обижаешь и что берите-ка андвари и сходите прогуляйтесь туда если найдете его молот я вам такое смогу отковать годится погоди вы входной камень то не забудьте ключ карта короче говоря бог из малахита найдите молот андвари даже 9 единиц рубленого серебра еще никому не помешало тем более кратосу это кольцо так верещу так вот это кстати а вот эти звуки мне не нравятся а вот это эти как их сволочи то эти да щас деньги плати давай они ну чуть не а а и а а а Даже как-то жалко этих собачков. Да нормально, я сам справляюсь. Ты пока что... Почиль немножко. Так, у тебя что здесь? Серебришка. Ладушки. Ща разберемся. Не с С. Вот этот? Грустный. Кого волнует печаль и кольца? Здесь вроде ничего. Остается путь... Так, секундочку. Здесь еще что-то интересное. Ну-ка, бахни-ка. Он не может попасть, потому что... Это как-то надо отпустить. Как опустить? А, я понял. Вообще-то я не это хотел опустить. Это всего лишь кольцо. Я туда хочу. Как нам это сделать? Когда оттуда надо прийти. Возможно, как-то сверху мы туда и попадем. Ну что, блядь, озверели что ли? Кольцо. Кольцо. Да, вот эти атаки, конечно, у них Сам ты как собачина Вот же шпетики, а Вон оттуда я должен прийти А, снизу Все, я понял, значит нам точно вниз Пойдем, сынок С другой стороны, че я удивляюсь, да? Кратос-то может Войти в мир эльфов Почему бы и эльфам не пройти? В наш мир Ты бы не ходил Вперед, батя Заткни ты это кольцо А как заткнуть? Скажи ему, заткнись Как я тебя всегда учил Вернее, я тебе всегда говорил Так, в воду Кратос не сует А, здесь мелко Так что суется Опять серебришко Причем в неплохом таком количестве Так, можно подняться сюда Можно на лифте сюда Думаю, вот этот лифт нас привезет Как раз к тому сундуку И я был прав Сын, сюда Слушаюсь Карта сокровищ Отлично Отлично Обожаю карту сокровищ Склонись перед Тором Моя жизнь была Посвящена Служению Повелителя Грома Своё величайшее сокровище Я взрываю там Где должны жить Все обитатели Мидграда У ног Бога Богов Я не узнаю Этого места Если честно Ну ладно Я думаю найдем Не, туда мы не пойдем Соберись В таком узком помещении Не очень удобно Сражаться С такими врагами Как кошмар Показалось, что что-то было там Отлично Показалось Продолжение следует... Топор надо было кинуть просто вертикально. Опять душиед? Нам как раз не хватает одного... Камня, или как он называется-то? Древнего? А, и Странник еще. Блин, это печально. С ими двумя я не справлюсь. Мне нужно сначала нейтрализовать Странника, наверное. Не знаю, проснется ли душиед, если его не трогать. Слишком мало места для маневра. Здравствуйте. Че? Едеть, твою мать! Ну, он вроде не такой жесткий, как предыдущий, да? Ты че там разломал, идиот? Пацан, ты должен быть сзади него. Я же специально убегаю. Пока нет. А он че-то не особо отвлекается на пацана. Да, твою мать, Кратос! Ну, еще эти стволочки вылезли. Так, блок. Справа, Кратос! Справа, Кратос! Есть! Атьян, берегись! Атьян, берегись! Продолжение следует... Отлично! Блин, хрен попадешь в него, когда он так колдует? Хереть, разломал пополам вообще! Кратос вообще! Жесткий тип! Он медленный, но очень живучий. От его горизонтальных ударов лучше уходить назад, от вертикальных в сторону. А когда он делает передышку, надо наносить удар. А душиед? Откуда тут вообще душиед? Почему твоя вина? Сын, не слушай. А душиед, видимо, неактивный. В общем, не живой, да? Так, хорошо, со странником разобрались уже неплохо. Продолжение следует... И нам, видимо, сюда Дожди Давай посмотрим, что здесь Впереди враг Летись за ними Летись сзади Да, нравится Хорош Летись сзади Летись сзади Летись сзади Летись сзади Говорит, сундук связан с цепью ловушек Срать я хотел Так, осколок стихий Легендарный предмет чары Повышение сопротивления всем статусным эффектам, включая холод, огонь, ослепление, оцепенение и отравление Обманывает твой Приятель Ловушек не видно За мной, Атрей Что-то подвешено на веревочке Пока непонятно Ну, пойдемте тогда пока туда, куда понятно Так, можно и туда пойти Можно и сюда пойти Это камень или сундук? Нет, это камень, похоже Говорит, его мастерская вон там Знаю, знаю, нельзя доверять кольцу Так, но мы еще налево не сходили, прежде чем идти вверх Давайте вот сюда сначала Там мы были А вот сюда не заглядывали А здесь, кстати, сундук А вот сюда А вот сюда Да, что мы решим? Неваживаем Убираем Изменяем Суше Изменяем Убираем Девочка Убираем 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 Что-то Так, минус один. Ни хрена ж не видно, а? Ни хрена ж не вернёшься, я забыл совсем. Ну, в смысле, не заблокируешься. Ещё трое? Да вы чё, оборзели там все? Край, удачи! Следи за ними! Куда удачи? Ой! Я! 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 Эй! Эй, я вообще-то не хотел этого делать. Ну, ладно. Жёсткий падла. Тяжелый бой. Да. На перделе ни хрена ничего не видно. Защита эгира, эпический предмет, талисман. Создание небольшой области, в которой атаки Кратоса не могут быть прерваны. А получаемый им урон уменьшается. После улучшения также будет восстанавливаться небольшой объем здоровья. Вообще все шикарно. Но он все делает в минус. Пока я не буду ставить. Ладно, пока оставим. Так, властитель темных эльфов. У них очень прочная броня, но они уязвимы для некоторых атак. Некоторые, да? Очень хорошая подсказка. Отец, послушай. Там двари натворил что-то плохое. Он рад, что ты разрушил его мастерскую. И жалеет, что пришлось нас обманывать. Его молот прямо за воротами. За вот этими? А как мы туда доберемся? Пацан доберется? Пацан доберемся. Легенда еще одна. Пожирать ли душ? Лишать древних души и превращать их в домашнюю скотину оказалось на удивление легко. Они выполняли все мои приказы и, казалось, были не прочь лишены свободы воли, самосохранения и даже чувства голода. Но до сих пор, пока не сожгли беднягу Лита. От него не осталось даже души. Должно быть отсутствие собственных душ побуждает их испепелять чужие. Мои пожиратели душ оказались чудовищами. Нескольких я отправил в Муспельхей по просьбе Суртра. Боюсь подумать, зачем они ему понадобились. И еще один отправился к Масагниру. В Конусгард. Но этот глупец мне безразличен. Куда больше меня беспокоит судьба вилундернских рудников. Молюсь, чтобы у меня хватило времени исправить ошибку. Андвай. Понятно. Ну, на самом деле, не очень понятно. Смотри, там цепь я вижу. Значит, эти как-то валуны можно опрокинуть отсюда. А, я даже представляю, как. Оставим себе. Мы поговорим с синим. Будь готов! Жестко я эту собачку еще ни разу так не убивал. Рукопашную. Так, это где мы, получается, вылезем? Ну, понятно, короче говоря. Где-то вылезем. Так, и молот здесь, судя по всему. Молот и правда неплох. Эпический предмет. Молот Андвари. Молот дном его кузнеца Андвари представляет ценность для Брокка. Вернитесь к Брокку. Тихо, не та кнопочка. Шо ты дергаешься, как идиот? Так, ну здесь больше ничего нету, да, получается? Так, секундочку. Так, продолжаем. Осталось вернуться к Брокку. Так, это мы в самом начале, правильно? Значит, нам сюда. Вы нашли молот или были заняты перетряхиванием всех закоулков? Вот, молот твоего алхимика. А дух его меня уже достал. Ха, Андвари всегда был занозой в жопе. Но алхимик от богов. Давайте сюда, я его расплавлю. Что? Ты расплавишь своего друга? Запертая душа сделает то, что я вам мастерю, еще мощнее. Не хотите, что ли? Отец, так нельзя. Вот, подержи. Он правда очень полезный, честно. Ладно. Если он и правда будет полезен. Да давай расплавим его в чертовой матери. Душа Андвари, эпический предмет чары. Парнишка ты мямля, а? На очень высокий шанс получить прилив здоровья при убийстве врага с помощью иронической отзаке. Эй, Брок, взгляни-ка! Что вы принесли Броку? Ну, видимо, молот. Так, без теарий. Андвари. Поначалу был не слишком дружелюбным, но когда он увидел мертвого пожирателя душ в ландсутерских рудниках, то понял, что был придурком. Думаю, он почувствовал себя виноватым из-за того, что вместе с другими гномами ставил опыты над древними и случайно создал пожирателей душ. Ну, не так пожирателей душ создал Андвари. Но его душа все равно заперта в кольце. Брок хотел его расплавить. Он иногда бывает таким злым. Но я убедил папу не делать этого, и теперь Андвари путешествует вместе с нами. Папа даже иногда использует его душу в своих чарах. Наверное, неприятно все время быть запертым в украшении. Но Андвари не слишком жалуется. Я научился не обращать на него внимания. А я бы его расплавил. Я вижу, вы наткнулись на путников. Точнее, один из них наткнулся на вас. Кто они? Что им нужно? Не знаю. Какой ты любопытный. Доступны новые рецепты. Что на сей раз нужно? Так, нагрудная броня. Нагрудник путника, смотри. Осколок брони путника. Еще один не хватает. Сила, руна, защита вниз падают. Живучий сверх. Ну да, у них броня, потому что очень жесткая. Так, броня для рук. Перчатки путника. Сила, руна, защита опять же вниз, живучий сверх. Броня для бедер. Воинский пояс спутника. Сила вниз, защита и живучий сверх. Ну, логично. Я понял. Левиафан улучшить мы не можем пока что. Какой-то талисман можем улучшить. Защита и гира. Не можем. Нагрудную броню можем новую купить. А, ну это то, что я продавал же? А, понятно. Понятно. Чего тебе, мелочь пузатая? Ахаха, мелочь пузатая. Что еще? Так, продать чары ресурсы. Не, ничего не продавать не будем. Тогда пока. Давай. Тогда смотри. У меня же на броне есть два слота для чар. Душа Андвари. Очень большой шанс получить прилив здоровья при убийстве врага с помощью рунической атаки. Ну, давай душу Андвари запхнем в один из слотов. А во второй слот осколок стихии живучесть 5. Руны 5. Руны 4. Так, что-нибудь интересное нам можно? Сила и руны. Живучесть. Удача. Удача. Руны восстановления 5. Ну, давай. Руны восстановления 5. Контролируемый гнев. Уменьшение расхода ярости при атаках в режиме спартанской ярости. Пойдет. Так, а что там? По пацану что-то было тоже, да? У него рун, к сожалению, нет. Так, навыки новые доступны у нас по левиафану, дальний бой и, собственно, и ближний бой есть. Так, ну давай дальний бой. Что это такое? Увлечение максимального количества целей до 5. Смертоносный охотник номер 2. Кстати, давайте лучше щит прокачаем. Вот это что такое? Сражаясь голыми руками, нажмите R1 во время бега, чтобы нанести мощный удар с взмахом отбрасывающего врага. Хочу. Так, вот это. Нажмите R2 после атаки правосудия стража, чтобы дополнить эту атаку мощным взрывом, наносящим врагам огромный урод от оглушения. Хочу. Поставив блок в последнее мгновение, нажмите R2, чтобы перейти в контратаку и силой удары противника щитом. Хочу. И давайте немного на яростный бой кинем. Так, спартанская ярость. Удерживайте R1, чтобы нанести мощный удар кулком, отбрасывающий врагов назад с огромной скоростью. Хочу, но я, блин, это все забуду. Нажмите L1, чтобы провести быстрый удар по земле, наносящий урон всем врагам по близости, перерывающий их атаку. Так, я думаю, давайте яростный бой прокачаем полностью, если нам хватит экспириенса. Спартанская ярость. Продолжайте нажимать R1, чтобы продлить серию после яростного удара. Да, мне не хватает ударов. Он в какой-то момент Кратос останавливается. Удерживайте L1, чтобы накопить энергию для мощного удара ногой по земле, способного подбросить соседних врагов в воздух. Согласен. А, недостаточного опыта. Ну и хватит. Пока что хватит. Так, ну давай выбираться отсюда. Получается, здесь миссию выполнили. М-м-миссию. Заткнись. Давай отправляться дальше. А я был грешным делом, подумал, что еще этот гном, как его звали, я уже забыл. Воу, секундочку. Что этот гном, душа которого заключена в кольце, будет нас беспокоить. А можешь рассказать о великанше с лукой? Помимо еще и Мимира. Скади, покровительница охоты. Ее отца звали Тьяци. Он умел принимать обличие любых животных и обучил Скади охоте на них. Из ребер животных она сделала себе вторую пару столб, чтобы скользить по снегу и нагонять любую добычу. В охоте ей не было равных даже среди богов. Сам Один хотел взять ее в жены, чтобы она подарила ему сильных сыновей. Но Скади его отвергла. Оскорбленный Один поклялся отомстить. Пошли слухи, будто Асом стал досаждать орел, похищающий драгоценные золотые яблоки Идун. Самые искусные лучники боги не могли его убить. Один знал, что Скади обязательно захочет доказать свое превосходство. И она начала охоту. Скади выследила орла там, куда могла добраться только она на своих лыжах, и пустила стрелу. Отправившись за добычей, вместо орла она нашла своего отца, несчастного Тьяци, убитого собственной дочерью. Так, здесь же мы были, да, на этой вышке? Вроде да. Ею овладели отчаяние и стыд. Ведь нет ничего более противного природе, чем убийство родителя. Скади покорилась судьбе. Одеяло вечной зимы накрыло ее вместе с отцом в прощальном объятии длиною в вечность. Печально. Да, боюсь, все истории про великанов плохо заканчиваются. Легенда про Скади. Легендарная охотница-великанша, мамина любимица. Она охотилась на птиц, ковонов, оленей, на всех. Этому ее научил отец. Но что стало с ним самим? Ее отец Тьяци умел принимать облик любого существа. Завистливый Один обманно заставил Скади охотиться на орла, в которого превратился Тьяци. Она все еще где-то здесь, под замерзшими горами. А мы еще все плаваем по озеру Девяти в поисках новых локаций. Вернее, старых локаций с возможностью... Под водой еще один затонувший корабль. Ты как увидел, что там под водой? Вернее, старые локации. Фига мы этих насобирали, да? Как ими пользоваться? Я что-то вообще без понятия. Так, а вот и новый причал. Железная бухта. Ладно, годится. Да, блин. А, это древний. Сейчас мы его разбудим. Есть ли у нас возможность седраться сейчас с древним? Пойди сюда. Пойди сюда, сосуночек. Еще одна карта сокровищ. Ммм, интересно. Остров Творения. Остров Твор... 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 Зачем тратить жизнь на почитание тех, кто был сотворен? Я что, Бурья? Первого среди богов, от которых пошел род асов на острове, что посвящен ему и оставил свои дары. Что-то вообще непонятно. Прям вот вообще. Что за локация? Так, до древнего пока докапываться не будем. Поищем сейчас кристаллы, которые бы... увеличили... А, тут... Ну, в общем, тут делать-то больше и нечего. Только драться с древним. Кристаллы, которые бы увеличили нашу ярость. Оу, там змей у нас. Такой здоровый. А он там раньше был причал, смотри. Как вода опустилась-то. Слушайте, а между тем время серии-то подошло к концу. Давайте на этом закончим. С древним порубаемся мы уже в следующие серии. Надеюсь, прохождение вам по душе. Поэтому не примените поставить лайк, оставить коммент, подписывайтесь, если не подписаны. И обязательно бейте в колокол, чтобы не пропустить следующие серии. А на этом вроде как все. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok